Коллеги, всем добрый день. Рада приветствовать вас на вебинаре Foresight plus Greenplum. Высокопроизводительная аналитика больших данных в компании Ростелеком. Сегодня будет интересно, сегодня поговорим про Big Data. А я передаю слово нашему первому спикеру Андрею Локоть, коммерческий директор компании Foresight. Его доклад «Возможности Big Data для цифровой трансформации бизнеса». Андрей, тебе слово. Алена, спасибо. Коллеги, добрый день. Сегодня мы поговорим о такой интересной теме, как большие данные. Мы живем в эпоху цифровизации, и, наверное, одним из основных таких вот вызовов, которые стоят перед обществом, это все-таки цифровизация данных. Данных становится все больше и больше, и растет их объем, увеличивается разнообразие форматов. И самое главное, что рост не линейный, а экспоненциальный. Наверное, одним из таких вот особых сложностей, которые мы видим как компания Foresight, это, конечно же, многообразие источников. Все больше и больше появляется новых областей и срезов данных, которые появляются, и которые хочется цифровизировать, обработать и получить полноценную аналитику. Компания Foresight обладает более 20, то есть мы в течение более 20 лет разрабатывали нашу платформу, которая состоит из фактически полного цикла работы с данными, начиная от сбора и заканчивая аналитикой и принятием решений. И мы сейчас видим особый спрос на решения по работе с большими данными. Именно поэтому мы совместно с нашими партнерами технологическими работаем на базе стека GreenPlan. И сегодня мы расскажем вам о примере реализации такого решения в нашем клиенте Ростелекоме. Я немножко тогда повторю о компании, если кто-то не знает. У нас более 300 человек в команде. Производственная база в Перми, в Санкт-Петербурге, с головной компанией в Москве. За последний год мы выросли в два раза и занимаем первое место среди российских разработчиков в решении для анализа данных. Лучше всех, наверное, расскажут за нас наши клиенты. У нас более 70 российских заказчиков, 10 международных заказчиков и 50 партнеров. Мы попробовали, конечно, на слайде указать наиболее любимых наших клиентов. К сожалению, всех не удалось показать. Но, тем не менее, здесь отражены наиболее важные проекты, которые отражают доверие к нам. Кроме корпоративного и государственного сектора, у нас есть ряд международных проектов, которые показывают, что наше решение не только живет одним импортозамещением. Здесь указаны проекты, которые мы реализовали за прошлый год. Среди них как раз проект в Ростелекоме, о котором мы вам сегодня расскажем. Я тогда передаю слово следующему нашему спикеру. Николай Сосиков, консультант компании Foresight. Он расскажет про успешный опыт интеграции продуктов Foresight Аналитическая платформа и GreenPlan. Так, коллеги, рад всех приветствовать. Вкратце расскажу о интеграции двух платформ. То есть платформа Аналитическая форста и Аналитическая свободная платформа BP GreenPlan. Расскажу вкратце о предпосылках, исходя из которых мы вообще пришли, с необходимостью тестирования данной интеграции и о непосредственности тех результатах, которых нам удалось добиться. Если говорить про предпосылки, частично их уже в своем рассказе я упомянул, Андрей, это рост объема данных. Также часть наших реальных клиентов и часть потенциальных клиентов начали процессы перехода и миграции с классических СОБД, реализованных на Oracle, DB2, на MPP-платформе. Там класс Тинетиза, GreenPlan, Vertica и так далее. Соответственно, видя этот общий тренд перехода от классических СОБД к СОБД-класса MPP, мы, собственно говоря, стали искать себе технологического партнера, с помощью интеграции с которым мы могли бы решить целый класс интересных задач. И если говорить о том выборе, который был сделан в сторону GreenPlan Database, то одним из основных его преимуществ является то, что на базе его можно строить импортозамещающие решения, будь то это именно у консортной версии Айзенплану, либо же, если речь идет о коммерческой отечественной версии его в виде Айзенадаты, то есть тут мы видели целый, скажем так, спектр потенциальных клиентов и, соответственно, возможностей. Если говорить про те возможности, которые дает именно совместный использование платформы. На базе их совместного использования возможно построение высокопроизводительных систем с высокой скоростью построения отчетов на огромных объемах данных. Собственно говоря, мы вместе с целым рядом наших заказчиков участвовали в целом ряде пилотных проектов, где мы работали с объемами данных несколько сотен гигабайт. И обеспечивали при этом возможность работы конечным пользователям не просто с некой агрегированной информацией, а в том числе давали возможность пользователям работать непосредственно с детальными данными, то есть некими транзакциями, будь то это CDR, если речь идет о телеком-операторах или там какие-то бухгалтерские проводки, если речь идет о каких-то коммерческих заказчиках. Более того, когда мы говорим о совместном использовании двух этих платформ, мы подразумеваем комплексный подход к цифровизации, то есть решение задачи сбора данных и их в конечном итоге визуализации и анализа подключить. То есть начиная от процесса сбора и хранения на уровне генепалма и заканчивая задачами, связанными с их визуализацией, анализом, более того, даже предиктивным анализом на уровне аналитической платформы в портале. То есть мы тем самым закрываем задачу комплексно под ключ. Ну и, собственно говоря, ввиду того, что мы, повторюсь неоднократно, участвовали в целом ряде пилотных проектов, в ряде заказчиков, то есть как бы нами была опробирована именно непосредственно технологическая возможность интеграции совместной платформы. Вопрос из чата. Подскажите версию GreenPlan и Vendor. Версия, собственно, первые попытки интеграции нами были осуществлены еще на версии 4, в дальнейшем 5, вот, если речь говорить о объеме данных, которые, с которыми работали в рамках пилотирования, то речь идет о сотнях гигабайт и, грубо говоря, там, десятках и сотнях терабайт. Дело в том, что задач было несколько, вот, если говорить о том объеме данных, в котором мы работали, непосредственно решая задачи, одну из задач для компании Ростелеком, то там речь идет о десятках терабайт, то есть там о сотнях терабайт речи не шло. Но, тем не менее, если говорить про функциональные возможности платформы GreenPlan в связке с платформой Foresight, то данная платформа, данная связка ввиду того, что и та, и та платформа является, ну, как бы, имеет и масштабируемое, то есть сами по себе решения масштабируемое, то есть можно собирать классик, там, не знаю, там, не с 50 углов, а несколько и сотен углов, и тогда уже можно работать с объемом в сотни терабайт. При этом производительность, если говорить про производительность в целом решения и именно связки решения, то временная задержка между выполнением запроса на уровне базы данных и отображением этой информации на уровне антической платформы, она минимальна. То бишь, по большому счету, производительность, вот именно коллаборация этих двух решений, она в первую очередь зависит от производительности СУБД. Теперь вкратце о том вообще, как выглядит интеграция, как выглядит интеграция двух платформ. По большому счету, интеграция антической платформы Foresight делается, ну, в два, там, три клика в один план, то есть выбирается нужный тип клиента, подключение к СУБД, настраивается сервер, после этого вам становится доступна вся та информация, которая хранится на уровне СУБД. Так, вопрос еще дополнительный у нас из чата. Высокая скорость построения отчетов не заслуга по словам Foresight, а следствие использования GreenPlan. Вопрос витиватый, отвечу как есть. Вот, если в СУБД не в состоянии отдать оперативную информацию, то какая бы крутая платформа над ней не стояла, если речь идет именно о интеграции по принципу забора датасетов, то понятное дело, что основная нагрузка в этом случае ложится на саму СУБД. Но при этом мы должны понимать, что если аналитическая платформа, используемая при работе с большими данными, их будет не состояние отобразить, визуализировать ее, скажем так, доагрегировать данную информацию на своем уровне, то понятно, что просадка будет существенная. То есть мы констатируем факт того, что прирост, скажем так, если сделать подход-запрос к базе, непосредственно пользуясь некими средствами работы СУБД, и сравнить скорость выполнения того же самого запроса на уровне аналитической платформы, там разница в скорости выполнения не привычит, там и 5%. Какая версия платформы форсад используется в Ростелекуме? 9.2. Следующий вопрос. Возможно ли хранение репозиторий форсад и кубов данных в Гринплан? На текущий момент данная история нами не пилотировалась, и все метаданные для работы форсад хранились на уровне СУБД Гринплан. Ой, извините, на уровне СУБД после. Но при этом, насколько мне известно, в WorldMap такая история стоит. То есть необходимость данного вопроса можно будет уточнить либо в СУБД поддержке, либо в репортаменте, отвечающим за развитие платформы, они там смогут сориентировать более детально по срокам реализации. Более того, если говорить там про конкретный кейс, там, не знаю, если речь идет о необходимости построения выстокопротводительных систем, то отметить, что аналитическая платформа 4TEC позволяет строить так называемые кубы в памяти, в NMMA. То есть, грубо говоря, если вы не хотите, чтобы платформа не осуществлял чтение на уровне СУБД, то, в принципе, необходимую информацию можно закешировать в памяти. Она будет доступна пользователям уже без чтения. А эти кубы, которые в памяти, можно за определенное количество обновлять. Сколько пользователей одновременно работают с системой в этом проекте? Ну, на текущий момент, на текущий момент, ввиду того, что проект находится сравнительно недавно, общее количество пользователей где-то, если не память, изменяет в районе 10. вот, но при этом мы четко понимаем, что данная система может легко масштабировать в том увеличении общее количество пользователей. Роман спрашивает, правильно он слышал, что репозиторий был развернут на подглез? Да, я говорю, что репозиторий был развернут на подглез. Вот, дальше. Ну, и чтобы тогда есть подводить. Если подводить итог результатов тестирования, то мы можем констатировать, смело констатировать факт, что данная система легко и быстро интегрируется между собой, не выявлено ни одного ограничения их совместного использования. При этом мы констатируем факт высокой производительности, построение отчетов, вот, ну и основным тоже преимуществом, то есть можно построить полностью импортно-замещенное решение на базе использования двух этих программных продуктов. Если есть какие-то еще коллеги и вопросы, то я готов на них ответить. Аналитическая платформа на подглез должна работать быстро или данные с УБД не позволяют оперативно работать? Если рассмотреть возможность интеграции и вообще работы аналитической платформы с Postgres, то тут, понятное дело, что есть достаточно большое количество примеров успешных внедрений использования совместного данных программных продуктов. Ну, то стоит понимать, о каком объеме данных идет речь. То есть, если речь идет о нескольких керабайтах, то вполне возможно, что, да, вполне возможно, в зависимости от аналитической нагрузки, которую порождают пользователи, то есть не идет ли постоянной вышитки, не знаю, фулскана всех там самых крупных таблиц, то в теории Postgres тоже может соответствовать. Но если речь идет уже там о более чем 2-3 керабайта, то, опять же, на наш взгляд, целесообразно начинать использовать платформу класса MPP, в частности, GreenPlan, который позволяет там, ну, собирать классовую систему там из нескольких десятков, а может даже из сотни. Но за счет этого обеспечить там параллельное чтение нужной нам информации, за счет этого обеспечивать там прирост производительности. Опять же, если там говорить о том, как у компании Ростелеком появился GreenPlan, то, опять же, они столкнулись с классическими проблемами, так, ввиду того, что у них до этого был Oracle, вот объем данных рост с каждым днем, и вот, собственно, в коллеге, у коллег был внутренний проект инициирован по выбору платформы, в результате которого, собственно, была выбрана платформа GreenPlan. Соответственно, там у коллег понятно, что были некие качественные критерии оценки выбора, на основании которого данная платформа была выбрана. То есть, коллегами не был выбран Postgres, коллегами был выбран GreenPlan, именно ввиду большого объема информации. Дальнейшая поддержка разработанного решения, кем осуществляется, специалистами Foresight или Ростелекома? Вот, если говорить про компанию Ростелекома, то в компании работает целая группа высококлассных специалистов, которые имеют богатый опыт работы с большим количеством BI-платформ и различного рода субботы. И на текущий момент процесс поддержки системы осуществляется собственными силами. При этом в случае возникновения тех или иных вопросов, связанных с развитием платформы, коллеги обращаются к лендеру в рамках поддержки. Можно показать, как выглядит метод данных Foresight. Есть возможность управления качеством данных. Можно показать, как выглядит метод данных Foresight. В принципе, в каком-то виде показать можно. Опять же, это некие структуры на уровне субботы. Это можно сделать в рамках, не знаю, роман вашего отдельного запроса. Будут проведены дополнительные демонстрации для вас платформы. Вот текущий, скажем так, наш рассказ и повествование именно о опыте успешном компании Ростелеком. Если будут какие-то дополнительные технические вопросы, глубокие, то можете обратиться в компанию Foresight и, собственно, специалисты вам продемонстрируют эту платформу. Есть возможность управления качеством данных. Есть возможность управления качеством данных. Ну, отчасти данный вопрос может быть решен посредством использования ETL, если речь идет о проверке загружаемых данных. А также есть там блок введения МСИ, тоже, который частично может решить проблему управления качеством данных. данных на уровне МСИ. То есть можно как на уровне загрузки данной проблемы решать, используя ETL инструменты, так и на уровне инструментов управления МСИ. Не знаю, правильно ли я ваш понял вопрос или нет. Менее 1 терабайта данных. К вопросу про оперативность по ОЗГИС. Вы даете рекомендации по выбору СУБД при старте проектов по внедрению в файл-сайт бюджетирования? Да, конечно, мы даем рекомендации по выбору трудной платформы на основании специфики заказчика, объемов данных, которые у него есть, и, собственно говоря, той гранулярности данных, повторюсь, которая должна быть доступна конечным пользователям на уровне отчетов либо это бюджетных форм. В зависимости от этого мы будем понимать объем данных, с которым мы работаем, нагрузку, которую поражают пользователи при расчетах и при расчетах отчетах или бюджетных форм и будут уже даны некие рекомендации. В чем самое большое технологическое отличие от ограничения свободной и коммерческой версии? Если говорить про технологическое отличие, то по большому счету они не особо сильно отличаются. Все, что разрабатывается в рамках коммерческих историй в дальнейшем входит в версию опенсорсную. Главная версия, отличие от свободной коммерческой версии GreenPlan, это то, что есть у вас поддержка, либо нет этой поддержки, вендорской поддержки как решение. Поэтому многие компании останавливаются использовать коммерческую версию. Более того, если говорить про коммерческие версии GreenPlan отечественного производства, то там уже идет речь не о использовании GreenPlan как отдельного продукта, а целой этой системе, программных продуктов, которая включает в себя решение класса ETL, решение класса HDFS, то есть в ходу, собственно, GreenPlan, ну и некие средства мониторинга и управления вот этой всей классической истории. То есть вы получаете некий законченный, уже собранный за вас, собран за вас экосистему и при этом еще получаете вендорскую поддержку тех обновлений. То есть отличия есть технологические, то есть там, да, если, то нам церковь понимать, о каком вендоре идет речь, и уже в призме этого можно будет вам сказать, какие существенные отличия коммерческой версии GreenPlan, вот не коммерческой. То есть надо поделиться, о какой коммерческой версии GreenPlan мы говорим, потому что есть и зарубежная версия и отечественная. Есть ли какие-то ограничения по использованию GreenPlan OpenSource части и масштабильности? Масштабильность. Ну, по большому счету, там ограничений нет. Какие компании могут указать поддержку под данность ОБД в рамках поддержки по импортозамещению? Ну, повторюсь, то есть сегодня я уже в своем рассказе упоминал, что есть там отечественный вендор Arena Data, который, в принципе, в состоянии оказывать вам услуги поддержки. Также есть там ряд вендоров, не вендоров, а интеграторов, которые специализируются на внедрение платформ, платформы GreenPlan. Я думаю, они смогут, не думаю, а уверен, что они смогут оказать вам услуги по поддержке и оппортсорсной версии GreenPlan. То есть как бы на текущий момент тема уже по использованию GreenPlan не новая, такая-такая она была, скажем так, 3 или 5 лет назад. Вот сейчас уже достаточное количество специалистов на рынке существует, которые в состоянии поддерживать как оппортсорсную, так и коммерческую версию. Была речь про BigData. Была речь про BigData. Какая именно аналитическая обработка BigData использовалась? Аналитическая обработка BigData. Вопрос, я честно, не совсем понятен. Тут как бы стоит говорить, ну вообще, о термине BigData можно говорить очень много. Кто-то понимает под BigData и большой объем информации. Опять же, там в голове у кого-то это сотни гигабайт, у кого-то это сотни терабайт. Вот. Кто-то привык понимать под BigData, и это небольшое количество информации, а большое количество источников. То есть тут если говорить про то решение, которое было развернуто там и ну на текущем это реализовано в Ростелекоме, то оно включает в себя и HDFS, то есть Hadoop слой, и MPP-плаформа. Также там есть некие преобразования и трансформации там реализованы там посредством НИФА и аналогичных нему программных продуктов. Что в вашем понимании оперативность? Просмотр бюджета руководителям за сколько секунд должен осуществляться? Ну, скажем так, до 20 секунд, на мой взгляд, в принципе, эту историю реально реализовать. Даже можно сделать и быстрее. Опять же, стоит понимать, как хочется, а то и происходит обновление этой бюджетной формы, которая просматривается руководителем. Возможно, если руководитель устроит отставание в день или полдня или час, можно процесс обновления этой бюджетной формы делать не в реал-тайме по запросу пользователя, а предрассчитывать там, скажем так, раз сейчас кашировать эту бюджетную форму и уже давать к ней доступ руководителям. То есть тут надо чуть больше понимать конкретненько решаемые ваши задачи, уже исходя из этого можно предлагать какие-то решения. по таймингу. Да, спасибо большое, Николай. Было много вопросов. Спасибо, Николай, вам, спасибо вам, уважаемые участники. Я передам слово сейчас следующему нашему спикеру. Это представитель компании Ростелеком Наталья Злоказова, руководитель проекта в проектный офис блока межоператорского взаимодействия корпоративный центр Ростелеком. Она расскажет о системе аналитической отчетности по данным межоператорских расчетов. Наталья, вам слово. Добрый день. Я являюсь руководителем проекта программы IT-трансформации в сегменте BTO компании Ростелеком. Думаю, среди вас не найдется того человека, который про компанию Ростелеком ни разу не слышал, поскольку наша компания это крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и оказывает услуги как физическим лицам, так и государственным и частным организациям. А сегмент BTO, в интересах которого я реализую проекты, это сегмент, который оказывает услуги другим операторам связи, которые работают на российском и международном рынке телекоммуникации. И многолетние опыт нашей компании на операторском рынке и уникальные возможности нашей цифровой сети позволяют оказывать услуги очень высокого качества как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Поскольку история нашей компании достаточно долгая, и в ней имело место очень много слияний на разных этапах развития, то сейчас IT-ландшафт компании весьма разнородный. К примеру, биллинговых систем, только тех, в которых осуществляется тарификация биллингования услуг связи операторов, у нас на данный момент более 60. Поэтому, когда перед нашим сегментом стала задача создать единое аналитическое хранилище данных по межоператорским расчетам, то это стало для нас нетривиальной задачей. Необходимо было первым этапом унифицировать данные, которые обрабатывались во всех этих биллинговых системах, обогатить их данными из других источников, создать довольно большое количество маппингов и единых справочников, которые используются во всех регионах нашей необъятной Родины, или затем эти данные могли быть доступны для полноценного анализа. С этой задачей мы успешно справились, и у нас появилась система аналитической отчетности по данным межоператорским расчетам, которая получила сокращенное название SAU-BITO. Первоначально данное решение работало на продуктах Greenplum и Oracle BI, но Oracle BI больше воспринимался пользователями, как некий выгрузчик больших простыней с отчетами в Excel, и вся дальнейшая обработка и анализа этих массивных данных уже производились с помощью того же Excel или других программных средств. Подготовка отчетов для руководителей требовала определенных манипуляций времени, и вот тогда перед нами стал вопрос об инструменте визуализации продвинутого анализа, который мог помочь нам визуализировать данные на лету, строить прогнозы по услугам, а также делать это быстро и с наименьшими временными трудозатратами и затратами на разработку. В рамках программы импорт-измещения у нас предпочтение отдавалось отечественным разработкам, и, соответственно, в результате в первой половине этого года в Ростелекоме состоялось внедрение платформы Foresight, которая удовлетворяла наши потребности по визуализации данных, по продвинутому анализу и прогнозированию. Были выбраны наиболее часто используемые атрибуты, которые пользуются наибольной популярностью у пользователей. Из них сформированы кубы, и также созданы преднастроенные отчеты с наиболее популярными сценариями использования системы. И теперь буквально за пару минут пользователь может увидеть основные тренды по контрагенту, взаимодействие с которым он отвечает, либо по всему объему трафика. Он может зафиксировать всплески или падение трафика и выяснить причины отклонений. Помимо этого в системе очень удобно контролировать маржинальность в различных разрезах, выявлять фродовый, то есть нелегитимный трафик, контролировать реализацию смежных проектов, связанных с предоставлением голосовых или иных услуг. Вот перед вами пример отчета по взаимодействию с контрагентом. Он сформирован для менеджера, сопровождающего одного из операторов большой тройки в разрезе услуг. Все совпадения случайны. Этот отчет для мониторинга месячной активности аналогичный отчет есть и ежедневный для оперативного контроля, как в разрезе натуральных показателей, так и стоимостных. Поскольку в системе мы можем посмотреть данные с детализацией до каждого вызова, начиная с 2016 года, у нас скопилось достаточно большой объем аналитики, и он позволяет неплохо понимать сезонные тренды, а также прочие закономерности и учитывать их при прогнозировании объемов на будущие периоды. На слайде вы можете видеть пример прогнозирования объемов взаимодействия с другим оператором большой тройки по одной из голосовых услуг. Как вы видите, есть три сценария, скажем так, позитивный, негативный и реалистичный. Исходя из текущей ситуации, менеджер может воспользоваться одним из них для составления своего плана продаж. Как я уже сказала, внедрение Foresight состоялось в нашей компании сформированы основные отчеты, которые требуются большинству из них. Но сейчас, поскольку у нас очень много кейсов, которые требуют пристального мониторинга, сейчас мы либо самостоятельно, либо с помощью наших коллег из IT настраиваем различные специализированные отчеты по индивидуальным запросам пользователей. И я думаю, что кейсы, которые помогут нам более грамотно и оперативно реагировать на изменение объемов услуг, будет со временем все больше и больше. У меня на этом все. Коллеги готовы ответить на ваши вопросы. Так, вижу в чате. Ну, смотрите, как я уже говорила, вопрос от Николая. Уточните, для каких из перечисленных вами задач использовался Foresight, а для каких привлекались другие инструменты. То есть, в принципе, у нас инструментов сейчас действующих два. Это Foresight и Oracle BI. Как я уже сказала, Oracle BI в основном используется для того, чтобы выгрузить из хранилища большой объем данных, ну, скажем так, позвонковок, да, чтобы дальше что-то в них посмотреть. Foresight же мы в основном используем именно для быстрого анализа визуального, который бы помог нам понять, где же у нас проблема, куда нам посмотреть нужно более пристально. Ну, и для прогнозирования, естественно, используется только Foresight, потому что другие инструменты этого не позволяют. Вопрос от Максима. Наталья. Так, вопрос от Максима про принцип прогнозирования. Ну, в инструменте достаточно много принципов, которые подстроены. коллеги провели для нас обучение. Мы стараемся использовать тот, который обладает наибольшей точностью по различным метрикам, которые тоже встроены в систему и позволяют понять, какой из прогнозов больше коррелируется с трендами. Сейчас мы, в принципе, с... Вот тут вопрос от Николая, который пересекается. Да, то есть были рекомендации Foresight, которые мы получали на момент внедрения. Мы можем сами их изменять в системе, да, но вот мы уже для себя выбрали определенные виды прогнозирования, которые мы применяем для различных отчетов. Пока что пользуемся в основном рекомендациями. Вопрос Стаса по поводу сравнения Foresight и Oracle. Ну, безусловно, все зависит от того, насколько, возможно, грамотно проводилось внедрение инструмента, насколько были сделаны настройки. Ну, вот, как я уже говорила, что мы получаем... удобнее гораздо получать выгрузки Excel огромной из Oracle BI. Это происходит достаточно быстро, но, к сожалению, в визуализации, особенно в визуализации на лету, Oracle во всем проигрывает и прогнозирование, моделирование в нем отсутствует как класс. Так, назовите топ-3 критерия, по которым мы выбрали Foresight для себя в качестве аналитической платформы. Артем, это достаточно сложный вопрос. У нас было написано очень большое техническое задание, да, в котором было очень много критериев, по которым мы выбирали для себя аналитическую платформу. Но, безусловно, как я бы выделила, да, это визуализация, прогнозирование, ну, наверное, третий так и не скажу, остальные функции, они достаточно важные, нужные, но не такие объемные, скажем так. Какой объем базы данных с первичными данными? Ну, смотрите, Максим, у нас доступны в системе данные, начиная с начала 2016 года, каждый месяц у нас формируется порядка 5-7 миллиардов записей о прошедших вызовах по сети Ростелекома. Соответственно, в каждой записи содержится порядка 126 атрибутов. Если ответила, надеюсь, ответила на ваш вопрос. Наталья, там еще вопрос был методы прогнозирования вы сами определяли или это была рекомендация форсайта? Ну, как я уже сказала, форсайт нам для определенных отчетов помог подобрать те методы прогнозирования, которые были наиболее точными, пока мы пользуемся ими, но в любом случае решение позволяет нам самостоятельно подбирать, изменять виды прогнозирования. Планов отказаться от Oracle BI на данный момент нет. Инструменты разные. к Oracle BI некоторые пользователи очень привыкли, пока на форсайт переходить сложно. Посмотрим, как это будет проходить дальше. В текущий момент планов по отказу от Oracle нет. Двойной работы нет, поскольку все настроено и, соответственно, каких-то особых трудозатрат по поддержке модели данных ни в Oracle, ни в форсайте сейчас нет. То есть те решения, которые работают сейчас, они требуют стандартной поддержки, а какого-то большого объема они не требуют, поэтому для нас сейчас это оптимально. Вот от Ольги вопрос. Да. Ольга, мы пока что разработали, как я уже говорила, основные отчеты для пользователей, которые являются такими массовыми, которыми пользуется каждый менеджер, сопровождающий какой-то договор с оператором. Они стандартные, и мы сейчас активно обучаем пользователей, чтобы они этими отчетами пользовались чем часть, тем лучше. Сейчас есть несколько запросов на индивидуальные отчеты, которые требуются, они в разработке, и части уже готовые ими пользуются коллеги. Я думаю, что этих запросов будет в ближайшее время достаточно много, поскольку инструмент интересный, и он действительно позволяет не тратя время на анализ, увидеть проблему. поэтому сейчас в ближайшее время мы планируем заниматься индивидуальными настройками запросов от пользователей. Вот. По вопросу Константина по поводу формирования больших отчетов и так-так-так-так-так-так-так-так. Смотрите, у нас сейчас в системе для каждой записи порядка 126 атрибутов, то есть тысячи столбцов у нас в принципе быть не может. Строк у нас может быть очень много, поскольку, как я уже говорила, CDR, который мы используем при анализе, доступен с 2016 года, и можно попробовать выгрузить миллионы записей. Соответственно, то есть наш максимум это 126 столбцов, и они очень редко нужны. Это весь набор данных для всех услуг, для половины услуг, там, часть этих столбцов не заполнены. Поэтому на форсайте мы скорее формируем такие отчеты более локальные, там, в одном из отчетов, но порядка 20 столбцов обычно, не более. Вот. Поэтому, если вас интересуют такие отчеты объемные, то у нас нет, к сожалению, такого опыта или к счастью. Ну, и, наверное, ремарку дам, что когда речь идет о тысяче столбцах в отчете, это такая, на мой взгляд, трудно читаемая история, и тут нужно аккуратно поработать с бизнес-процессом дальнейшего использования этих отчетов, вполне возможно, разбить его, не знаю, на группы или как-то так более творчески подойти к этой истории, собрать некий кубик и уже к этому кубику дать пользователю возможность купить эти дамы. То есть я слабо себе представляю тысячи столбцов в отчете, и что-то человек, ну, как бы, а не машина, да, каким-то образом смог анализировать эту информацию. То есть это такое, что-то, ну, по крайней мере, для меня, не знаю, что-то из ряда фантастики. Ну, да, коллеги, вот несмотря на то, что у нас там более ста атрибутов есть, мы стараемся на регулярной основе смотреть, какие же из этих атрибутов наиболее часто используются пользователи и именно их включать в основные отчеты, которые мы делаем, ну, как бы, преднастроенными, массовыми, помогая пользователям не тратить время на их создание. Поэтому, ну, действительно, тысяча столбцов, ну, это очень, очень, такая должна быть специфическая история. У вас наверняка есть на нее какие-то, ну, обоснования, но вот у нас, скорее, к счастью, такого нет. У нас там 20 основных атрибутов примерно, которыми мы пользуемся каждый раз и есть какие-то вот оставшиеся 100, которые требуются иногда как раз вот в этих индивидуальных отчетах, которые, про которые я говорила, которые используют не все вот далеко пользователи и, соответственно, ну, они тоже не все места пользуются. кто-то первыми пятью, кто-то последними. Спасибо большое, Наталья. Коллеги, если вопросов больше нет, я хотела бы поблагодарить, сказать огромное спасибо всем нашим спикерам, Наталье, Николаю, Андрею, за то, что они сегодня были с нами, а вам, уважаемые участники и наши гости, тоже огромное спасибо за ваши вопросы, за ваше участие и вовлеченность. Мы вас ждем на будущих наших вебинарах, следите за нашими анонсами. Материалы после сегодняшнего нашего мероприятия мы вышлем вам на почту, вы можете потом увидеть презентации и посмотреть видео, может быть, коллегам, с коллегами поделиться, если у кого-то не получилось к нам присоединиться. Я думаю, сегодня было интересно, было много вопросов, очень живо, поэтому спасибо еще раз всем огромное, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok